Всем привет, дорогие друзья! В сегодняшнем видео я хочу ответить на те вопросы, которые мне задавали в форуме Германии по-русски и на канале YouTube. В форуме Германии по-русски Георгий из Уфы мне задал следующий вопрос. Посмотрел видео про дорогу на автобусе, 35 тысяч рублей на восьмерых, это я за автобус, как я понял. А если все сложить, Газель до Самары, проезд до Москвы, такси до Аришского, еду и так далее, сколько выйдет Алексей? Может уже ближе к самолету получиться? Итак, Григорий, отвечаю на ваш вопрос. 35 тысяч рублей, да, действительно, это 35 тысяч 560 рублей. Это у нас та сумма, которая вышла на 8 человек за проезд с Москвы до Гетингена. Если разделить эту сумму на восьмерых, то получится за одного человека 4 тысячи 450 рублей. Дальше, Газель до Самары. Газель до Самары стоила 2,5 тысячи рублей. Если разделить на 8 человек, то получится 315 рублей за человеком. Дальше, проезд от Самары до Москвы на поезде. Мы на поезде брали сидячие места, так как ехать не очень далеко. У нас получилось с одного человека 1050 рублей. Тоже, в принципе, не очень дорого. Такси до Аришского вокзала, с Казанского до Аришского вокзала такси, у нас обошлось 2000 рублей. Если разделить это на 8 человек, то получается по 250 рублей с человека. И если все это посчитать и сложить, то у нас, в общем, получилось на одного человека 6 тысяч 65 рублей. Сколько стоит билет на самолет, я, к сожалению, не знаю. Но проезд с Самарской области и до Геотингена в Германии у нас обошелся в 6065 рублей. Так, продолжаем. Следующий вопрос на форуме Германии по-русски, форум немецким переселенцам, задал мне вопрос Александр. Так, что он мне написал? Перед тем, как ехать в консульство, нужно ли получать в паспортном столе справку об убытии и нужно ли поставить в авире печать в паспорт о выезде на ПМЖ? В паспортном столе нужно было нам всего лишь навсего во внутреннем паспорте Российской Федерации поставить печать о том, что снятся с регистрационным учетом. И получить у них листок убытия. А в загранпаспорте каких-либо печатей на ПМЖ мы не ставили, так как этого не требует консульство, которое находится в Москве. Следующий вопрос Александр тоже был. Если еще была бы интересная информация о следующих шагах, где вы жили, в хаме или сняли квартиру, помогали ли вам родственники, есть ли какая-то финансовая помощь в аренде квартиры, в общем, как рассчитать свой бюджет и на что вообще рассчитывать. Из этих вопросов, Александр, я могу ответить только на один вопрос. Про родственников. Родственники нам помогали в первые дни, когда мы прибыли во Фридланд. Они с нами ходили на два термина. Потом они уехали к себе домой. Так как они живут далеко, в Баварии, поэтому они довольно часто приезжать сюда не могли. Но нам здесь помогали. Помогали здесь такая организация, как Фродо Крайс Апольда, о которых я уже говорил в видео. И там работает женщина, ее зовут Галина. Она с нами ходила и здесь на терминах. Про все остальное, что вы здесь спрашиваете, я вам отвечу в следующих видео. Потому что будут видео более подробные по каждой из этих тем. Большое спасибо, Александр, что задали мне вопросы. Буду рад ответить на дальнейшие вопросы. Итак, следующий вопрос мне задал Михаил Милях на моем канале под видео в Ютубе. Вот что он пишет. Вот вы сказали, что продали все имущество. И недвижимое имущество тоже. А как вы в Германии получаете социал? По идее, они тщательно отслеживают имущественные вопросы для социальных выкуп. Итак, Михаил, я вам отвечаю на этот вопрос. Вопрос, что да, мы действительно продали все свое имущество, которое было у нас в России, в том числе и дом. Так как мы проживали в сельской местности, больших денег за этот дом мы не получили. И большую часть из этих денег мы отдали за те кредиты, которые у нас были в России. И с собой мы всего лишь привезли 2000 евро, которые нам пригодились в первое время. Так, по идее, они тщательно отслеживают имущественные вопросы. Когда пришли мы в Джоб-центр, нас даже никто не спросил, сколько у нас наличных денег. Единственное, что мы указали, что есть карта Сбербанка, на которой около 50 евро наличности. Они все записали данные этой карты, и на этом все. Больше они ничего не спрашивали, сколько у нас денег с собой. То есть, таких вопросов не было. Социал мы получаем, все нормально, как и положено. Так что все хорошо. Михаил, задавайте свои еще какие будут у вас вопросы. Всего хорошего. Следующий вопрос на моем канале в YouTube был от DeutschRuben. Так, что он нам пишет? Алексей, добрый день. Скажите, о какой знании у вас языка, и какой он должен быть во Фриланде? Знание языка у меня уровня А1. Это обязательное знание языка для тех, кто выезжает из России, и не только из России. Вообще, для поздних переселенцев. Какое знание нужно во Фриланде? Во Фриланде было достаточное знание уровня А1. Там все операторы разговаривают довольно-таки медленно, четко и понятно. Но если вы сомневаетесь в том, что можете не понять какого-либо из бюраторов, вы можете спуститься в Красный Крест. Там сидит фрау Гранс. Объясните ей ситуацию всю свою, и она вам обязательно поможет. Потому что когда мы были во Фриланде, было такое, что она помогала тем, кто приехал до поздней переселенца, ходила с ним на термины в 16-м доме. Так что, думаю, вы можете подойти к ней, и она обязательно вам поможет. Надеюсь, ваш вопрос был полностью раскрыт. Большое спасибо, что смотрите меня. Всего доброго. Так, и последний вопрос, который был тоже на моем канале в YouTube под видео, это от Александра Вааль. Он пишет, вас распределили в Тюлингиев Хайм. Скажите, сделайте, пожалуйста, видео-обзор Хайма. Александр, я обязательно сделаю обзор видео. Немножечко терпения, и вы увидите это видео. Большое спасибо за просмотр моего канала всем. Надеюсь, он вам нравится. Надеюсь, вы там найдете много полезной информации. На этом будем прощаться. Всего доброго. До скорых встреч. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пока-пока. Подписывайтесь на канал.